Вся переписка, все суды, все выиграно. Вот про Путина. Все сейчас, в последнее, в 2018 году, суды доказали мою правоту. Ну, возвратить невозможно. Я бьюсь за 320 своих тонн элитных семян, потому что это мой труд. Это мой труд коллектива, моих детей. Так меня за это, что меня обманули. Мне, значит, надо сегодня еще бояться, что меня убьют. То, что я за 200 километров от города живу. Сегодня деревни все рассыпались, а наша деревня живет. Деревня Терпение, Полтавский район, крестьянское хозяйство Шумакова. Вот я 19 лет добиваюсь справедливости. Вот я к Кудрин сегодня пришел. Вот они популисты все. Мне просто других слов. Уйдите с экранов тогда, не зомбируйте нас. Если вы не решаете. Ну, счетная палата проверила, скрыла недостатки. Почему вы не приняли меры? Я прихожу к зампрокурору, говорю, смотри, вот было 200 миллионов на бесплатной основе выделено. Куда они делись? И все, это не наше дело. И все, они друг к другу. Вот вся вертикаль, вот эта, вся вертикаль власти, это все только отписки. А люди верят, никто эту дорогу, это просто... Просто... Чисто случайно, что я дошел. С бандитами легче было договориться в 90-е годы, чем вот эту всю силу чиновнического произвола в законе ощутить на себе. Значит, мы образовались, крестьянское хозяйство Шумакова образовалось в 95-м году. Ни кредитов не брали, ни бюджетных денег не брали. Все, значит, своими руками. За два года, за два года мы восстановили разрушенные склады, территории, заасфальтировали. У нас и мельница, пруд. Ну, все то, что необходимо для жизни, продолжение в сельской местности. Мы в глубинке, 200 километров от города Омска, все сделали. И был очень большой такой потенциальный порыв. Все, кто был с нами, ребята, фермеры, которые организовались. Мы восстановили технику, мы могли уже сеять до двух тысяч гектаров. Ну, наш феномен знали власти. И приезжают ко мне в 98-м году, чтобы вот по линии губернатора создать нас страховой фонд, чтобы у вас свои семена. Ну, и мы поверим в эту байку. Я, значит, покупаю элитные семена. Первый год посеяли, апробацию сделали, документы, сортовые качества, все отлично. Приехали у меня семена, посмотрели, что есть в мае месяце. Заключили договор. Заключили договор. И сейчас мы уже знаем, вот эти мои семена по другим договорам продают фермерам. Как свою собственность. Я не знаю об этом, что я жду, что осенью у меня семена возвратятся в страховой фонд 759 тонн. А они уже первый год, чтобы меня не брали, уже продали. И представьте, вот там фермеры, которых 3 гектара 19 тонн берет. Ему надо 200 килограмм. Я-то не знал, я как ученый-агроном считал, что согласно федеральному закону семена должны размножаться 4 года. И никто не имеет права не продать, кроме меня, потому что я прошел учебу и получил лицензию на право производства и на право реализации. И вот когда они в 98 году, это сейчас, я не знал, значит, семена мои, они первый год извлекли прибыль. Если бюджетные деньги, главный бюджет, 7 миллиардов было выделено на создание страхового фонда, ни рубля, ни копейки мне не дали. На второй год 16 миллионов, ни рубля, ни копейки. И каждый год до 2004 года, пока мы не раскрыли эту коррупционную, 3 миллиона 600. И обращаюсь в прокуратуру, обращаюсь в правительство, везде обращаюсь, никто не принял никаких мер. И когда мы сами, вот с Нечковым, значит, единственное, они быстро убирают фоляка и назначают Нечкова президентом. И когда мы предоставили пакет документов, разобрались, приносит он правительство Омской области, в этот день организовывают на него покушение. В кабинете его убивают, убивают, захватывают все документы и на этом все, и проводят съезд, и, значит, назначают альтергота. В смысле, прямой убивают? Прямой, прямо убивают, значит, его железом, ну, мы наскочили вовремя в больницу, он, значит, его в больнице все-таки, ну, вовремя, что его отчухали, он остался жив. Но дело в том, что уже вместо него назначенный альтергот. Семь лет в суде мы доказали, что незаконно проведенный съезд, и все присутствовали, начальники управления, я почему говорю, что сегодня это беспредел чиновнический, потому что, представьте, за день собрать съезд, был министр сельского хозяйства Белевкин и начальники управления сельского хозяйства. И что-то людей собрали, и мы через семь лет доказали, что это незаконно был проведенный съезд. И сегодня фактически ничего. Ну, сделали союз крестьянских хозяйств, сегодня Бригер. И отказались исполнять решение суда. Значит, решение суда в 2004 году, мне пригласили в администрацию и заставили подписать договор инновации. Я не знал этой всей эпопеи, значит, подписывают договор инновации, тут отказываются исполнять. И вот с 2004 по 2018 год есть решение судов. Я, значит, перед Новым годом обратился к президенту, отправил вот ему вот эту схему, вот сколько листов, 10 листов, вот эта вся переписка, отписка. Они, чтобы меня как-то сломить, они, мало то, что они вот воровали, это еще второй страшный метод они применяют. Вы невиновны, вас надо чернить. Вот эта вот схема, вот это все сфабриковали на меня иски. Где-то за КАМАЗ 3 миллиона, там еще, все, и до Тюмени. И вот я фактически в 2018 году вот это все разбил, все доказал свою правоту, дал ему схему. Вот она схема, как вот бюджетные деньги выделяются. Вот ассоциация, находят меня, тут перепродают. 13 фирм, одна девок и все остальное. Фактически все раскрыто. Ну, с чем мой приезд сегодня в Москву вызван? Потому что пришел новый губернатор. Новый губернатор, я его, значит, с ним встретился до встречи. Он сказал, я разберусь. Только с ним встретился, буквально через время, меня пенсию всю в один день сняли. И никто не найду, кто, значит, приставы, не они, значит, какой-то там мировой судья, меня не приглашали, ну, взыскали. А за что взыскали? Взыскали, значит, я уже нашел, взыскали, якобы, налоги, налоги за землю и за транспорт, которого нету. Вот. Я бью телеграмму Владимиру Владимировичу Путину, ну, я к нему, значит, обращался много писем, но письма не доводят. Его распоряжение, его решение, вот то, что они по телевизору говорят, до нас не доходят. Вот все говорят крестьянам, жить там дают, чтобы, мы живем в такой глубинке. Только у меня вот что, и эта обида берет, что мы живем в глубинке, если вы не помогаете, то не лезьте. Уйдите, а вы что, уйдите и не лезьте, не надо. То землю дают Казахстан, то китайцам, то таджикам, то еще кое-кому. Только нам не дают работать. Я говорю, мы за два года сделали прекрасное хозяйство. А сегодня меня хотят выставить еще жалобщик каким-то. Я только отбиваюсь. Отбиваюсь, и больше я ничего не делаю. Но когда я с управления президента, вот, пришли, вот этот 28-12 телеграмму дал на него. Значит, его аппарат, вот, это где, в каком государстве. Вот, пять ответов. Переписка с вами прекращена по привлечению уголовных ответственностей, исполнению решений суда и возврата семян. Когда уже доказано все судами, когда доказано всеми делами, значит, управление президента прекращает переписку. Ну, как же вы тогда указы, почему вы игнорируете указы президента? Почему решения не выявляют, поручения не исполняют? Поэтому я сегодня дойду, хоть до кого я дойду, значит, буду простить, только следственную группу послать и разобраться. Почему до сегодняшнего дня за 19 лет не исполнены решения суда? Почему не возвращены элитные семена? Я элитные семена давал на участки размножения, а не для пожирания. Потому что я им говорю, что во время войны в Санкт-Петербурге в Абиловскую коллекцию никто не трогал. И с терпением элитные семена, я еще раз говорю, всем прошу, значит, подняться, всем, кто может поддержать меня, значит, просить именно президент, пускай они отписываются, не отбояриваются, а сегодня все возвратят. Потому что Ничкова покушение, берут нагло вот на Копылова 19 миллионов, пишут, получают деньги, у него технику забирают, сегодня вот он летел со мной, у него инфаркт, значит, он не прилетел сюда. Ну, это же не только со мной, ну, я вот, может быть, Божьей силой, что я выжил. И может, что пресса поддерживает, что не убили, еще неизвестно, как дальше пойдет событие, потому что эти товарищи, которые берут, а берут это чиновники, которые засели и в правительстве, и в Думе, и у президента. Я говорю, вокруг президента, вот сегодня образовалась такая коалиция, которые они ему, вот мы смотрим по телевизору, как он старается, бьется для страны, но его указы игнорируются. Ну, как можно, вот смотрите, национальный проект. 360 тысяч у нас украли Сбербанки. Копылову, фермера, вот он один остался тоже жив, значит, ну, 360 миллионов. У него, значит, на него получили 19,5 миллионов, он не знает. Теперь берут, суд подают, суды и как наши работают. Суд подают, ну, проверьте, ему еще 4,5 миллиона. У него 6 детей, ну, представьте, крестьянину 24 миллиона долг. Какое надо сердце иметь? Скажите, какое сердце надо иметь, чтобы это выдержать? Жена не выдерживает, умирает. Никто, ни прокуратура, ни следственная, никто до сегодняшнего дня бюро не принял. Мы написали президенту, по-хорошему, возьмите, все положите на место. Вот трактор забрали у него, значит, машину забрали, жена умерла. Возвратите, потому что, ну, не доводите. Вот сейчас, когда вот этот губернатор не ответил, я был вынужден обратиться на личный прием в Генпрокуратуру. Приехал в Генпрокуратуру, рассказал наши беды, предложил документы, предложил доказательную базу. Вот сейчас Генпрокуратура, вот, зачитаю, вот прислали, целый год она пишет, вот 2-го 11-го, ну, и с начала, и с третьего там умрек, пишет, «Вами допущены оскорбительные выражения, оно оставлено без ответа по существу. Заместитель начальника управления Богданова, по назову, за производство знания, Богданова». Вот они прислали, один в один, все три ответа. Значит, выходит, приставы не исполняют, никому не подчиняются, управление президента прекратило переписку. А кто должен исполнить? Кто должен в стране навести порядок? Кто вот это безобразие должен остановить? Мы, нам некогда, мы работаем. И теперь говорят, вы оскорбительны. Как можно, до 19 лет, как можно разговаривать, если не по-русски? На английский, я уже хотел на английский перевести им и по-английскому передать. Поэтому, вот сейчас буду просить у кого-то выше, я думаю, что меня поддержат, и мы все-таки дойдем до верхних лицов, потому что надо только следственную группу с Москвы и вот разобраться по Нячкову, по покушению, по Копылову, я конкретно говорю, по Ишимову, сердце у него остановилось, его даже обанкротили после смерти. Это до сколько опуститься. Не только мне в 40-градусный мороз, представьте, я все вот сделал, чтобы давить в 40-градусный мороз трое маленьких детей, два учителя, мне государство должно отрезать центральное отопление. Представьте, в декабре в 40-градусный, у вас не идет отопление, мы неделю, это чудо мы, нас физически уничтожаем. Элитные семена уничтожаешь, потому что это продовольственная безопасность нашей страны. И откуда-то семена завозят. Министерство сельского хозяйства, вот сегодня мы встретились с министром, пишут, вот они, даже надо додуматься, Минсельхоз не имеет полномочий вмешиваться в 9 хозяйственных субъектов. Минсельхоз, так вы же федеральный закон о семеноводстве, почему сегодня ни один, ни министр, ни правительство, ни один не разобрался, куда эти деньги ушли. это очень сложно, это очень сложно, вот с этой махиной, очень сложно, и понимаете, это надо за 200 километров приехать на суд, надо еще хозяйство держать, и да, я сохранил хозяйство. Да, но не в том, как оно должно быть, но оно сохранено, и его невозможно. Можно продать трактор, машину, но землю, на которой я живу там, ее никто не продаст. Там наш погост, и мы не собираемся выходить. Пусть они, я им говорю, что да, мы патриоты, их мало стало, ну мы патриоты, ну что сделаешь, если мы, можно было давно пристроиться где-то в городе, где-то в Москве, может быть, дворником бы, и никаких нервов, не надо ничего тратить. Теперь еще, значит, вот сейчас выясняется, вот в 2006 году, когда две статьи про губернатора вышло, в 2006 году, в 2006 году внуку два укола поставили в школе, ну сейчас говорят прививка, никто не знал, никто не знал, ни родители, никто не знал, если прививку родители должны знать, поставили две прививки. Значит, когда с Германией, вот в Германию собрались, когда внука руки, речь, все, голова повисла, два года он трупом лежал. Значит, когда мы уже в Москву, помог Смолин, Олег Николаевич, спасибо, Суворово, Светланович, спасибо, которые они помогли изначально и провели анализ, значит, методом исключения, органип здоровый, а человек, все, не ходите, не кушайте, все. Значит, буквально обратился, значит, в Германию собрались и ехать, нашли 30 тысяч, фабрикуют, как дела, 30 тысяч, что я как-то злостный неплательщик, в два дня, если мне решение с 2004 не исполняется судебный пристав, то это же служба судебный пристав в два дня запрет за границей 30 тысяч. Насколько? Я через два года все равно добился, свозил внука туда и там вот нам сказали, что да, после вот этого поражения. А какое поражение время шло? Обращаюсь к правителям. Сейчас пришел вызов с Америки, 50 тысяч, ой, с Азраиля 50 тысяч долларов, а Америка 25 тысяч долларов. Ну, обращаюсь столбиком, начиная от президента и кончая всеми нижими эшелонами. Все Минздрав России, нигде за счет бюджета внука не могу лечить. Только с помощью добрых людей нам удалось. Сегодня он поступил в институт, он сегодня уже второй семестр сейчас закончил, закончил отлично школу, без всяких помощи, ну, а лечить за счет бюджета невозможно. И самое интересное еще, я говорю, еще вот как власть с ней, вот прокуратура, вот пять прокуроров, вот сейчас прокуроры, когда обратился, прокуроры тоже прекратили переписку. Вот фактически сегодня прокуратура все расписалась, не может, следственные не может, управлять президента не может, министерство сельского не может, аппарат правительства вообще молчит, не отвечает, и все. А те депутаты Госдумы, которые вот обращаются, сколько не обращаются, единственное, еще вот этот островок, что депутаты вот где-то как-то поддерживают, ничего не может. А прокуроры пишут, наследственно прогрессирующее деградивное заболевание. Внуку ставят диагноз заранее неизнечимое, вот насколько вот мерзко и гадко. Я еще раз говорю, исполнить решение суда, я в их ничего не прошу. Они изначально обманули, все это, я не лезу в их, воруйте, воруйте, разворовывайте Россию до конца, продавайте. Ну, сегодня в деревню терпения положите семена и закажите своим внукам, правнукам, что с деревни терпения элитные семена должны только размножаться. Потому что там здоровый дух, здоровые семена. Вы смотрите, мы вот сколько пишем, ну, ни разу президент, до президента 19 лет нельзя докричаться. Вот где-то Костника там это к тигру пустили, он до этого, где-то жураль руку сломал, это крыло сломал, президент есть. Значит, не дают. А здесь 19 лет элитные семена физически уничтожают. Это же не только по мне, это по, если взять, это по России такое, потому что вот эта коррупционная составляющая, вот эта группировка, которая проникла во все структуры власти, вы же смотрите, ну, три, три, вот, три преступника, вот, я считаю, что три преступника. Это губернатор бывший, который, федеральный закон распоряжение давал. Это министр сельского хозяйства и президент ассоциации. Вот их три человека. Ну, пригласите, ну, проиграли, проиграли, извинитесь, они надо давать возможность, они дают возможность, чтобы что-то со мной случилось. Это надо, они только могут убивать. Вот суд, я сегодня выиграл, вот сегодня суд выиграл, 30 ноября, да, 1 декабря, меня уже подожди. Насколько они оперативно работают, вот говорят, нету телефонного права, не верю, в декабре месяце, и пишут, это от проводки, обесточена, там территория, обесточена, поджог. Так, начальник милиции, пожарник сделал заключение, что поджог, так начальник полиции сам ездил в пожарное суд, в бюро, чтобы, объявил, чтобы сделать заключение другое. О чем можно говорить? Поэтому сегодня, вот эта гниль, эти метастазы, они дошли до деревни терпения. Ну, у нас терпение, а там Казахстан. Поэтому, я считаю, что сегодня, как бы то ни было, надо, чтобы президент знал. Если президент будет знать, да ничего не принимать, значит, мы будем знать, что, значит, все это уже не надо жить в деревне, надо успокоиться и ехать куда-то в другие страны и все остальное. Я, если бы только я о себе думал, я думаю о завтрашнем дне, я думаю о спасении деревни. Сегодня, завтра будут Путину доходить, два миллиона надо дать учителю, у меня два учителя. Меня выгнали, изжили, потому что, ну, представьте, каждый день то приставы, то бандиты по этим фразе, кто там, кто выгнал. У меня дети через форточку убегают. учителя, это в деревне, мы друг друга знаем. Поэтому, вот это невозможно, вот, невозможно, кто не понимает, ну, невозможно, когда вот это, вот это все забирают, а это на вас, вот, пошел и пошел, и пошел, и монотонно изнуряют, и вот, куда не пойдете, жал, только суды, только суды, только суды. Ну, если суды, почему, суды, когда по мне, то хорошо исполняются, а когда, вот, надо исполнить, не исполняются. Ну, сейчас, вот, крестьянское хозяйство у нас, практически, они, валятся и валятся, потому что, сама машина, им же выгоднее, вот, Казахстану, сейчас, Казахстану, отдали большие площади, в аренду, на 49, лет. Все, не надо же, губернатор, я говорю, если, вот, был, когда, совхоз, то, директор ездил на газики, и, столько было поголовья, сколько, деревень сохраненных, а сейчас, все валится, но все, зато они, на джипах ездят. Было, шесть тысяч фермеров, у нас, в Омской области, сегодня, кто остался, кто, у нас, вот, сегодня, Гордиенко, 300 тонн молока, производила в год, вы бы только видеть, с каким трудом, это надо, сдать ей, это, это сложно, это, да, может, есть, ну, вот, уже практически, меня, все будет решено, все будет решено, я же говорю, ну, вот, землю покупают, землю, ну, ничего, если бы, у нас бы, не правительство было бы, замешано в этом деле, есть, есть, кадастровая цена, вот, мой участок стоит, 4 миллиона, почему не за 100 тысяч покупают, а вот, с 4 миллионов, заплатите налоги, меня, если только, вот, налог, вот, маленький налог, значит, вот, сейчас, вот, там, 13 тысяч, мне сразу, с пенсии сняли, а почему, территории продаются, почему по кадастровой цене, не, платят налог, если бы платили, вот, этих, кто скупает землю, по кадастровой цене, вопрос бы, сам по себе, ушел, с места, он бы, никто бы ее не покупал, понимаете, потому что, надо заплатить налоги, а сейчас, вот, нас всех, это, конечно, самый хороший рычаг, для таких, вот этих, нечисто плотных людей, которые, раз, только тебе налоги, проценты накрутили, и все, любой бизнесмен, уже, бизнесмена, то много разорили, и отопление, они, да, они, ну, они, это, они, видите, очень сплоченные, сплоченные, я, почему, я тоже, я же работал в руководстве, ну, когда партия развалилась, 16 лет, я же не последний, я начал, скотником, электриком, дойером, я прошел все инстанции, от школы до института, закончил институт, но я остался в деревне, я остался в своей деревне, я никуда, вот, родился в Добрянке, женился в терпении, так и остался, сегодня, сегодня, вот эта, вот эта борьба, она, конечно, разрушает все, что можно, потому, что, вот это, денег, сколько надо, во-первых, прилететь сюда, в Москву надо, внука еще, значит, лечить надо, и, это, ну, чего бы, по решению суда, не отдать миллион, хотя бы, для того, чтобы не поднять внука, ну, решение суда, исполните, уже, если вы ничего не, ну, решение, если вы не можете, 100 рублей, помощь оказать, или еще что-нибудь, ну, хоть тогда, дайте возможность, я же вас не прошу, ни бюджет, ничего, я вас не прошу, я Медведеву писал, я же не претендую на ваши замки, которые Навальный пишет, я не претендую, и мне как-то, когда хорошо, когда кто-то строит, мне это приятно, потому, что, ну, так человек, цивилизация, ну, надо строить только по своим средствам, но не, только не так, чтобы я убить, надо еще так, чтобы еще и на органы что-то вырезать, сюда, вот с губернатором, когда, вот, Полежаев работал, там, клуб 100, они говорили, чтобы встретиться с губернатором, надо заплатить 20 тысяч, ну, откуда у фермера 20 тысяч? Это тоже, ну, это все скрыто, никто не знает, ну, ну, не попадешь, когда мы, вот с депутатами, вот мы со всеми, и Шириновский, и Сюганов, и Кулик, и Харитонов, и Кашин, ну, Смолин, ко всем мы можем пройти, думаю, пришел ты к любому, зайдите в правительство, или зайдите в президенты, или зайдите в губернатор. вот, самое обидно, что у нас не осталось патриотов власти, вот бы хоть кто-нибудь один взял бы вот эту пачку, и пришел бы и хлопнул бы там бы этому судебному приставу по голове, и сказал бы, вы что в конце-то концов, уже до Москвы, ну, не останавливаются, ну, решите вопрос, вопрос, ну, какой, яйца мы введены, я уже заплатил столько, что больше, чем эти семена весят, а смотрите, а они же не хотят, понимаете, почему, вот мне говорят, да брось это мельницы, да брось это, ты что, с кем ты борешься, я ни с кем не борюсь, и бороться не собираюсь, я просто говорю, возвратите то, что украли, мы сразу не знали, мы сейчас доказали, возвратите, по-хорошему, и не будите нас в душе уссурийского тигра, не провоцируйте нас на какие-то конфликты, на голодовки, на все, я не хожу, ни на митинги, ни на голодовки, никакие, я чисто информационный, раз навязали информационную войну, значит, мы бились, ну, доказали, надо исполнить, а я, видите, спокойно, суд, ну, суд, суд, отписка, ну, когда сейчас, вот, я же понимаю, управление президента, вот, все, четыре, рычага, которые должны решить, все, прекратили переписку, ну, что за дело? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова